Всем привет, всем привет! Ну а у нас сегодня разбор эвента Бойцовский клуб. Один мой хороший друг сказал немного покажи новичкам как происходит игра. Поэтому скоро появится видео именно в обучении для всех эвентов нашей игры. Итак, Бойцовский клуб там где вы сможете получить звание за бои на территории. Ну самое простое как говорится было у вас в обучении, когда вы проходили с первого по четвертый уровень. Ну а сегодня мы более подробно почитаем про Бойцовский клуб и конечно же про звание, которое вы можете получить. Давайте перейдем в нашу Википедию. Ссылку я конечно оставлю тоже в описании, чтобы можно было посмотреть. Итак на Бойцовском клубе вы начинаете драться на территории города после чего вы получаете очки. Вам достаточно набрать 70 очков опыта и после чего вы переходите в ринг. Где вы будете с помощью кулаков набивать себе звание. Давайте же посмотрим какие звания. Самое первое это 1 процент. Да, вы почти сразу получаете. 2, 3, 4, 5 процентов вы можно сказать получаете просто. Сейчас думаю, что вы это все увидите. А вот звание выше, где 6, 8 процентов. Да, 10, 15. Ну, в общем, до 100 процентов, где Ангелы Смерти. У нас самые крутые бойцы. Да, обычно все 30 здесь сидят. Вот все звонки скорее всего на именно Ангелах Смерти будут все забиты 30 уровнями. Хотя, посмотреть тоже можно на самом Эвенте. Ну, крутые, конечно, звонки. Я, честно говорю, я добирался до 40. Было максимум у меня. Ну, выше просто физически не хватает мощности. Хотя многие люди выходят и фармят ключи здесь для сундучков. Плюс дополнительно у вас вылетают здесь шорты, вылетает капа, которые вы также спокойно себе воруете. Ну, из сундуков. Как бы, ну, из чемоданов. Ну, давайте так. Ну, по-разному, как называем, давайте их. Что все падает. Ну, и, конечно же, за звание вы получаете награду. Но больше интересуют сами звания. Вот, допустим, 20% к базовым характеристикам можно получить очень просто. Ну, а вот 40% уже придется попотеть. И, причем, самое интересное, чем ниже ваш уровень, тем вам будет тяжелее. Ну, а сейчас давайте немного к игровому процессу. Давайте посмотрим, как это все происходит. Так как я сижу на уровне именно на восьмом, и мне неохота куда-то, допустим, прыгать, допустим, что-то менять, мы делаем так. Мы ищем по уровню, то есть я выбираю 30 уровни, и в поиске просто ищу вот таких вот игроков на 30 уровне, и на них нападаю. Ну, конечно же, нападаю не просто так. Когда нападаю, ну, то есть я проигрываю, да, все как положено, но, однако, опыт я не получаю, при этом таблетку можно не использовать, а шкала наполняется. Итак, продолжаем тем же самым методом. Ну, вот многим говорю я, попробуйте посидеть на уровне. Ну, вот один из лайфхабов вам специально, можно сказать. Давайте посмотрим. Сейчас хотя бы выйдем на один бойцовский клуб. Боев, слава богу, много, можно выбиваться, а вот характеристики вот настолько слабые, ну, я не знаю, видите, да, там 3000, это вообще ни в какие рамки не лезет. Даже, наверное, не побью второго и третьего, ну, 218. зато, заметьте, как просто, вот даже в деревянной лиге, даже в деревянной лиге, смотрите, я победил буквально, ну, двух человек, и смотрите, я уже на 1100 месте. Ну, то есть, я уже вошел и получил 2500 торнов за победу. Это очень просто и легко, как бы, да, вот, если вы играетесь на 30-х уровнях, то, если вы так парочку боев сделаете, вы получите, ну, 2500 место, это, ну, как бы максимум, наверное, может, 2600 место, но никак, ребят, вы не войдете в 1000 игроков, просто не войдете. 2, 3, ну, вот, надо посмотреть, сейчас выйдет, не выйдет, ну, вот, да, вот, звонки выдал, все общие, чтобы можно было посмотреть. Ну, вот, слабый просто по уровню, ну, набивать, короче, даже звание в 6 будет тяжеловато. Характеристики качаются, конечно, за счет граба, но граба нету здесь. Это демонстрационный, так скажем, персонаж, он давно у меня есть, просто я не играюсь на этом персонаже, чтобы вы понимали. Ну, ладно, смотрите, сами решайте, как вам качаться, либо апаться наверх, соответственно, и получать опыт. Можете делать, как я, просто набивать вот так, ну, свою звонку. Ну, и, конечно же, чем выше ваша сила, чем выше ваша живка, тем вам проще переходить в бойцовском клубе, потому что бойцовский клуб все-таки, как ни крути, это именно территориальные бои, а не бои на музмехах. Но мы в дальнейшем еще будем их разбирать. И, конечно, в комментариях пишите, если нравится такая рубрика, задавайте свои вопросы, что хотели бы узнать, или что хотели услышать. Ну, а то большинство, конечно, можно найти на ютубе, а это написать решил чисто, вот, для новичков, которые подписаны на мой канал, и задают мне очень много вопросов, именно вопросов в личку. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok